Всем привет, а мы в Тиюле и сегодня мы приехали в пустыню Арава, где посетим два невероятнейших каньона. И да, в Израиле не одна пустыня, их три. Иудейская пустыня, пустыня Негев и третья, самая сухая, самая жаркая и самая южная пустыня страны, как раз Арава, где мы сейчас и находимся. Глядя на эту равнину, никто бы и не подумал, что тут может быть что-то интересное на сотни километров вокруг. И все же это не так. Встречайте, каньон первый. Барак. Это малюсенькая щель в горе, пробитая ручьем барак, текущим к Мертвому морю. Летом тут самое настоящее выжженное поле, воды нет от слова совсем. Но зимой, да еще и после дождей, это место становится самым настоящим аквапарком. И я надеюсь, что именно второй вариант мы сегодня увидим. Ливни прошли совсем недавно, но я надеюсь, грязь уже успела осесть. К тому же некоторые сайты писали о возможной опасности затопления. Короче, поглядим, что сегодня как будет там внизу и надеюсь, что когда мы спустимся уже непосредственно в каньон, нас там не затопит к чертям. Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз повторюсь, это одно из самых заслушливых мест Таравы. За год тут выпадает минимальное количество осадков. Иногда может и ничего не выпасть. Так что ловя момент после дождей, мы надеялись поплюхаться в эти бассейны. Но, увы, удача отвернулась от нас сегодня. Однако, несмотря на то, что бассейны пусты, сильно хуже каньон от этого не стал. Длина короткого кругового маршрута всего три с половиной километра. Но из-за каскада водопадов, скоб, лестниц и веревок, это расстояние можно идти полтора-два часа. Или вообще все четыре, как его шлемы. Особенное место. Приезжайте сюда и обязательно пройдите этот маршрут сами своими ногами. Испытайте маршрут. Испытайте сильно. Почва вокруг нас достаточно мягкая, именно поэтому вода и смогла пробить весь этот путь. Это известняк, и вода рисует из него просто невообразимые узоры. Пожалуй, если и есть в этом мире самая дорогая и красивая лепнина, то она находится здесь, была создана скульптором природой, и ее нельзя купить в свой особняк, будь он в Геленджике или Межигорье, вы поняли, ни за какие деньги. Несмотря на то, что это безжизненная пустыня, тут тоже живут. Козлов кроме меня сегодня не было, но вот доманов и интересные факты о них. Первое. Неуклюжие и часто падают со скал. Второе. С иврита Шванслаим переводится как «скалистый кролик». Третье. По легенде доман стал прообразом советского чебурашки. Четвертое. Не боятся дрона. И пятое. Являются ближайшими родственниками слонов. Если, глядя на все это, вы загорелись сюда попасть, то вот инфа конкретно для вас. 40-я, 25-я и 90-я трассы – это ваши друзья. Немного не доезжая до Кибуца-Фаран на 115-м километре, сверните по указателю на каньон. Километров через 12 оставьте машину и дальше пешком или через верх по синему маршруту, а потом в каньон, или сразу по тому же синему в каньон. Мы пошли через верх. На заключение добавлю, что на ровне с каньоном Вардет – это два самых бомбических ущелья в стране. К каньону Вардет мы обязательно вернемся, но в другой раз. А сейчас переходим к третьему каньону на плато Фаран, которое зловечно называется Каньон Ада. Это молодое ущелье, ему всего несколько сотен лет. После землетрясения здесь образовалась трещина, который мы после размыли воды мучья Фаран. 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 366 метров. И в конце ущелья находится колодец ада, из которого каждую ночь слышны звуки, похожие на стон умирающего. И это не может объяснить ни один ученый. Шутка. Все это я только что выдумал. Кроме первого, 13-я трасса действительно рядом, но каньон находится не на ней, а на 40-й. И последнего, колодец ада, тоже существует, но никаких стонов там нет. А назван он в честь какого-то известного в прошлом бедуина, чье имя с арабского звучит как Уда. Собственно, от этого и каньон назвали. Субтитры создавал DimaTorzok Это самое узкое место в моей жизни, как бы поздно это ни звучало. Если у вас про аустрофобия, то лучше просто смотреть на экране, как тут горячусь я. Субтитры создавал DimaTorzok Мы справились, хоть это было и несложно. Весь маршрут занимает около 30 минут. Обратно, на легке и без съемок я и вообще добежал минут за 10. Но заряд адреналина здесь вы получите совершенно точно. Увидимся с вами очень-очень скоро. До скорых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok